Согласно пробному контракту, Экскол поставит 85 тысяч тонн угля в Украину в начале сентября. Стоимость первой поставки составит более 9,5 миллионов долларов. Это стало результатом договоренности между Киевом и Вашингтоном во время визита Петра Порошенко в американскую столицу в июне этого года. Мы обсудили вопросы экономического сотрудничества с министром энергетики США. Продолжили обсуждение сотрудничества с вице-президентом Пенсом и президентом США Трампом в сфере ядерной энергетики, нефтегазовой сфере, закупок американского угля из Пенсильвании. Киев должен покрыть нехватку твёрдого топлива, которое ранее поступало из Донбасса. Украина нуждается в 9 миллионах тонн антрацитного угля, говорит американский эксперт Андерс Ослунд. Получать уголь можно из оккупированного Донбасса, России, Австралии, ЮАР или США. США. Источников не так уж и много. Американский уголь станет важным фактором того, что украинская экономика будет работать в нормальном режиме. Это хорошая новость. Уголь из Пенсильвании в течение 2017 года будет поставлять самый большой экспортер – компания Экскол. Это соглашение – первый случай, когда уголь из США будет поставляться в Украину. Решение украинского центра «Энерго» закупать уголь американского происхождения обеспечит потребителям надёжный и конкурентоспособный ресурс. Украинская сторона также позитивно оценивает сделку. Углём будет обеспечена одна из трёх ТЭЦ. Мы уверены, что бесперебойная поставка угля обеспечит нам прохождение осенне-зимнего отопительного сезона без проблем. В Центр «Энерго» отмечают, что цена на уголь будет рыночной и будет зависеть от цен на мировых биржах. Стоимость электроэнергии для конечного потребителя останется прежней. Американцы были приятно удивлены профессиональным подходом украинской стороны. От идеи и до подписания контракта прошло всего шесть недель. Несмотря на распространённое представление, что в Украине везде царит коррупция, я сказал бы, что это неправда. Нет никакой коррупции, даже намёка на коррупцию. Переговоры велись очень профессионально, так же, как они проходили бы с любой американской компанией. В Экскол настоящему времени заявили, что никаких связей с членами нынешней администрации Белого дома, которые могли бы посодействовать сделке, нет. Об отсутствии коррупционной схемы в поставках угля говорит и Андрес Ослунд, который хорошо разбирается в проблемах энергетического сектора Украины. Это обычная торговая сделка. Это то, что должно быть сделано. Необходимо было найти другие источники снабжения. Но поскольку раньше в энергетическом секторе Украины была коррупция, украинцы с подозрением относятся к любым сделкам в этой сфере. Андрес Ослунд добавляет, что блокада поставок угля из оккупированного Донбасса болезненно отразилась на украинской экономике. Украинское правительство отчаянно пыталось найти новых поставщиков антрацита на предприятия. Поэтому соглашение о поставках американского угля является важным шагом. Александр Яневский, Наталья Легостова, Руслан Дениченко. Настоящее время. Америка. Продолжение следует...